Итак, следующий плагин называется MatchEQ Давайте его откроем Я его открываю на дорожке с барабанами И этот плагин довольно крутой и довольно уникальный Учитывая, что он встроен в Logic по умолчанию Этот плагин, как собственно следует из названия, MatchEQ Он позволяет подогнать частотную характеристику референса Под ваш трек Причем это не обязательно может быть именно общий трек То есть, например, при мастеринге Когда вы подгоняете общую частотную характеристику Например, какого-то референсного трека Известного артиста, который похож по инструментам По настроению под ваш трек И вы подгоняете частотку вашего трека под этот референс Это самое классическое понимание использования подобных плагинов Но вы также можете использовать его на отдельных инструментах То есть, например, у меня здесь в сессии есть барабаны, сделанные в драмер И есть барабанный луп И вот мне нравится, например, звучание, характер звука барабанов в лупе И вот я хочу так вот, скажем так, попробовать их сметчить друг с другом Сейчас я покажу, как это делается В целом интерфейс довольно простой То есть, у нас здесь есть Current, это, собственно, тот сигнал, который мы будем видоизменять Reference, это, собственно, референс Причем его можно захватывать как с помощью сайдчейна Так и просто сюда перекидывая аудиофайл Прямо из Finder или из библиотеки То есть, можете сюда закидывать И, собственно, IQ Curve Это то, где и будет происходить изменение То есть, он будет показывать, что именно изменяется В какой пропорции Здесь можно делать smoothing, то есть, как бы, сглаживание резонансов То есть, если у нас будет меньше smoothing То есть, меньше вот этого сглаживания То будут прям очень резкие пики, очень резкие резонансы И лучше их, конечно, сглаживать Потому что все равно треки все разные Даже если прям очень похожи Даже если тональность та же самая А если уж тональность разная Тем более там будут разницы в резонансах Поэтому их точно копировать с трека на трек нет никакого смысла Потому что это, ну, просто от вашего трека ничего не останется Это, кстати, важная оговорка то есть имейте это в виду, когда вы, если вы пользуетесь часто вот этим сравнением спектров вашего трека, и, например, каких-то треков-референсов, которые у вас есть в вашей библиотеке, помните, что даже смена тональности уже может повлиять на отпечаток частот, и если прям ноль в ноль пытаться как-то восстанавливать, это, ну, хорошо не сработает с вашим треком. Вот, поэтому здесь как бы с этим тоже надо быть осторожно. Также можно здесь сделать обработку либо для левого и правого канала, либо только для левого, либо только для правого, хотя я не знаю, когда это прям будет нужно на практике, но вот такая возможность есть. И можно слинковать изменения для обоих каналов, то есть вы можете как бы такую некую усредненную картинку сделать применение вот этого референса к вашему сигналу для обоих каналов левого и правого, либо наоборот сделать скажем так, разъединение левого и правого канала, и у вас левый, например, будет чуть больше адаптирован под левый канал референса, а правый канал под правый канал референса, то есть они могут там чуть разную характеристику дать. Ну, либо вы делаете какое-то усредненное значение Ну, и, соответственно, здесь фаза тоже Либо линейная, либо минимальная Либо minimal zero latency Но лучше оставить на линейную Потому что, опять же, как я в прошлом видео говорил Как правило, мы, скорее всего, будем Это применять для каких-то общих дорожек То есть, либо для шин Либо уже для вообще всего звучания трека общего То, естественно, лучше оставить фазу линейную Ну, а в отдельных каких-то случаях Можно применять на минимальную И, соответственно, apply Это то, насколько применяется вот этот отпечаток То есть, насколько он будет сильно применен То есть, можно даже развернуть То есть, наоборот, даже как бы усугубить Отличие вашего трека от референса То есть, вы сравнили И вот таким образом можно даже усугубить разницу То есть, вам, ну, чтобы еще дальше отойти от референса То есть, в отрицательное значение можно сработать Ну, а 0, соответственно, у нас нет вообще никаких изменений Сейчас мы это на практике все посмотрим То есть, в принципе, плагин довольно простой Тут никаких скрытых меню нет, все понятно Единственное, что у нас отпечатки записываются в сам плагин То есть, у нас current, нажимаем learn, слушаем Плагин слушает звук и, соответственно, запоминает спектральный отпечаток То же самое с референсом И у нас здесь есть шестеренки, которые могут Либо мы можем очистить, то есть, если мы что-то там не то сделали Или хотим заново переанализировать Можем это очистить, можем скопировать То есть, мы его запомнили и можем скопировать, например, этот спектрум на другой канал Допустим, у нас есть копия этих барабанов или где-нибудь там в другой части композиции Мы можем, чтобы заново не анализировать, туда это скопировать Соответственно, можем вставить то, что уже скопировано было предварительно Можем из файла загрузить И можем сгенерировать тот самый файл То есть мы можем сперва сгенерировать файл, а потом его загрузить Ну, то есть таким образом То же самое касается вот здесь референсов Все то же самое То есть мы можем заранее себе каких-то отпечатков нагенерить Их сохранить и потом просто уже не анализировать каждый раз А просто загружать нужные отпечатки И плюс, к тому же, должен сказать, здесь есть довольно неплохой набор по жанрам Ну, он такой, конечно, очень прям усредненный И не всегда он подходит, точнее практически никогда он не подходит Но иногда бывает, что неплохо срабатывает То есть здесь есть некие пресеты частотных характеристик Таких классических треков в тех или иных жанрах Там, как видите, хаос-музыка, фанк-музыка, диско, дэнс, брейкбит, блюз Ну, то есть, например, супер каких-то современных жанров здесь вообще нету Поэтому, ну, это как такое дополнение приятное Но я бы, наверное, на это сильно не полагался Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц Да, это реально На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф И смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком А самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки Благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц Сейчас я покажу, как оформить подписку Выбираем интересующий нас пакет Нажимаем кнопку «Купить» Попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться» Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть После чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить» После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене Что ж, как у нас это работает? Давайте послушаем барабаны, которые у меня здесь есть в драмере И вот так звучит барабанный луп Ну, понятно, что здесь еще есть чуть-чуть другой ревер подмешан к барабанам Но сам звук такой чуть более тонкий Как вы поняли, здесь он такой более гулкий И вот сейчас мы это все сравним Сейчас я сперва сделаю замер моего текущего спектра в барабанах Ну, как мы видим, спектр более-менее, скажем так, записался И теперь мы можем спокойно замерять референс То есть наш current записан Референс, как я уже говорил, мы можем либо через sidechain То есть я могу выбрать вот эту дорожку диска breaking drums И прослушать конкретный диапазон То есть, например, мне не нужно весь трек слушать А мне нужно послушать только какой-то конкретный диапазон То есть мы можем тогда сделать learn И нажать воспроизведение, соответственно Либо я мог просто открыть браузер И отсюда вот этот файл просто перекинуть вот сюда на референс То же самое было бы Но это, например, вот захват через sidechain удобнее Когда мы, например, хотим какой-то отдельный отрезок Прослушать, например, чисто припев, например И я всегда рекомендую сравнивать треки именно по похожим областям Потому что когда вы закидываете полный трек, его анализируете Там есть длинное интро, длинные коды Там могут быть какие-то свои частотные спектры А они влияют в том числе на общую усредненную вот эту характеристику Поэтому лучше брать там какие-то куски Там 8 тактов припева, например И сравнивать с вашими 8 тактами припева Поэтому, наверное, удобнее все-таки делать ручной захват Нежели перекидывание файлов Но просто имейте в виду, что такая возможность здесь тоже есть И все, собственно, мы теперь нажимаем Match Добавляем применение Apply И вот он нам показывает, в чем была разница между Соответственно, референсом вот этим И нашим звучанием Как мы видим, действительно у нас не хватало верхов У нас было чуть много середины Ну, здесь даже еще и низ добавил Но самый Sub он срезал Потому что Sub здесь действительно очень мало В лупе А у нас Sub был прямо у бочки очень такой серьезный Как вы видите, у нас здесь прям поменялось То есть вот наша частотная характеристика Вот, как вы видите, у Reference здесь такого Sub нету Но при этом больше верхов То есть вот можно даже это здесь посмотреть наглядно И, конечно, Curve это все учитывает И вот тот самый Smoothing Как вы видите, здесь он очень много этих резонансов показывает А так он как бы округляет, усредняет Ну, совсем прям усредняет смысла нет Потому что это будет просто какой-то общий подъем громкости Вот, ну, то есть какие-то средние значения Они, наверное, самые адекватные Ну, давайте, собственно, послушаем Как это звучит на 100% Сейчас включаем мои барабаны Ну, в целом, характер, конечно же, передается То есть давайте послушаем еще раз луп Ну, еще раз повторюсь Тут немножко разное изначальное звучание барабанов То есть там они такие довольно сухие сами по себе Здесь у меня довольно много комнаты Ее, конечно, я могу вручную прибрать Но сейчас это делать не будем Но идею вы, в общем, поняли То есть мы можем приблизить общий частотный характер К нужному нам референсу с помощью этого плагина Но на 100% как правило звучит не очень хорошо То есть прям немножко слышен такой искусственный холодный призвук Из-за вот этого спектра Мы можем, как я уже говорил, ослабить воздействие Не обязательно на 100% То есть можно 50% Давайте послушаем Ну, вот на 50% мне, кстати, нравится больше даже Больше, чем когда 0% И больше, тем более, чем когда 100% Вот, можно, как я говорил, усилить разницу То есть, вот видите, еще больше басов сделать И еще больше ослабить низ Ну, это прям, я не знаю, в каких ситуациях вам понадобится Это просто как такой, ну, как говорится Возможность, которая хорошо, что она есть Когда она понадобится, непонятно Но пускай будет Вот, в принципе, такие возможности Здесь также можно сделать fade extremes То есть мы можем ослабить влияние на низы И ослабить влияние наверха Потому что в некоторых ситуациях бывает, что слишком сильно Ну, как-то меняется вверх и низ А мы хотим все-таки, чтобы больше сфокусировалось Сфокусировалось изменение на Средних каких-то зонах Потому что, как правило, именно в средних частотах Там от 150 до 10 кГц Как правило, именно вот эта вся проблема В миксах зачастую бывает Или в мастерах Когда хочется чуть-чуть, там, сделать звук Там помягче или, наоборот, поярче Вот, поэтому необязательно затрагивать Супернизы и суперверха Потому что они могут нести Какой-то некий уникальный характер Для конкретного трека И адаптировать его под референс Бывает, что просто теряется Вообще вся суть изначальной аранжировки Изначального микса Поэтому можно вот здесь фейды такие сделать В обработке Вот, ну, либо делать полное применение И, кстати, можно здесь еще и вручную дорисовывать То есть, если вы с чем-то не согласны То есть, ну, вам в целом нравится Например, изменение Ну, где-то вам показалось, что нет Мне это не подходит под мое звучание Вы можете взять и отдельно Что-то где-то как-то изменить Вот, причем здесь можно зажать Shift, чтобы изменить Q Как вы видите, вот я меняю Q Вот справа в подсказке показывается И могу поменять также частоту То есть, где воздействует То есть, вот можно Так вот на это что-то подчеркнуть То есть, какие-то дополнительные фильтры Вот такие создавать И их Менять То есть, менять частотку Которая у нас сделана с помощью MagicQ То есть, довольно, на самом деле Крутой и профессиональный плагин Прямо на удивление И я им сам Ну, я вообще редко пользуюсь Именно вот этой вообще Технологией Взятия слепков и спектров Да, я анализирую там Референсные треки И смотрю на экспектры И на слух Пытаюсь сравнить Я, в принципе, у меня слух уже довольно натренированный Я могу сразу услышать Без всяких таких плагинов Где у меня там провал по частотам Или наоборот перекос по частотам Но для обучающих моментов особенно Такие плагины, конечно, служат прям Очень хорошую службу То есть, если вы Особенно у вас не самый лучший мониторинг Вы не очень уверены в том Какое решение вы приняли Можете сравнить с референсным треком Который вы точно знаете Что везде хорошо звучит И понять, где вы все-таки перестарались То есть, он вам сразу покажет Что у вас перебор басов Или у вас недостаток верхов И за счет этого Можно как бы направляться в этом направлении И уже даже отключить этот плагин И уже своими обработками На отдельных каналах Просто усилить или ослабить То, где перебор или недобор То есть, ну, таким образом Тоже как обучение Такой или самоконтроль Можно использовать этот инструмент Не обязательно его прям применять На 100% как он есть Вот, такой плагин замечательный Уверен, что вы поняли Как им пользоваться Но давайте идем дальше И у нас дальше идут Уже эмуляции железных эквалайзеров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok